Хочу рассказать про материал. Многие из вас наверняка знакомы с ижорской эпической традицией, и вообще с прибалтийско-финской эпической традицией. Поэтому я первую часть достаточно коротко проговорю, тем более, что в основном вся информация изложена на слайде. Важно то, что запись эпических и вообще народных песен происходила такими волнами. И то, что происходило в XIX веке, это были очень хорошие многочисленные попытки, и, собственно, большее число материалов у нас есть как раз очень важных материалов из XIX века. Но это записи не очень надежны в языковом смысле, или не всегда очень надежны в языковом смысле. Следующая волна – это XX век, и там, в связи с тем, что эпическая традиция, она постепенно угасает, соответственно, записей становится меньше, но зато возрастает их качественно. И, наконец, мы имеем то, что мы имеем сейчас, это XXI век, собственно, носителей народных песен, практически исполнителей народных песен уже не осталось, носителей языков даже уже. Сохранение этих материалов, оцифровка, попытка их интерпретировать, более интенсивное обобщение этих материалов. Все основные работы, посвященные языку эпических песен, песенным традициям, исполнителям, они все были опубликованы в XX веке. Тем не менее, нам, собственно, осталось очень много для интерпретации, потому что, как я уже сказал, все эти материалы, которые мы имеем, этих трех этапов, они достаточно все разные. Соответственно, сейчас есть возможность производить такие более специфические исследования, причем исследования даже не привязаны, собственно, к исследованному языку народных песен, то есть не к поэтическим исследованиям, не к фольклорным исследованиям. Поэтому вот в этом докладе я решил обратиться к топонимике, потому что она меня интересует в целом от других, в других аспектах я участвую в экспедициях топонимических ежегодных. Вот мне просто стало интересно, поскольку я уж так сильно погрузился в материал, мне стало интересно посмотреть, а что у нас есть по топонимии Ингермоландии, которую мы достаточно интенсивно изучаем, что у нас есть в эпических песнях. И выяснилось, что, ну, собственно, можно было предположить, что все эти песни, они содержат очень большое количество таких локальных географических названий, и эти локальные географические названия, они достаточно казинальны, то есть они случайны, от варианта к варианту они могут встречаться, могут не встречаться, ну и, соответственно, все зависит от настроения и от, как бы, мировоззрения самого исполнителя народа песни. Вот. Но есть некоторые сюжеты в эпических песнях, которые посвящены таким каким-то глобальным доисторическим событиям. Это, как правило, мифологические сюжеты, которые распространены у всех прибалтийских и финских народов. Но оказывается, что у каждого прибалтийского и финского народа, поскольку они территориально все-таки проживают в разных регионах, есть такое особое направление взгляда на какие-то важные объекты, такие известные всем объекты. И, собственно, вот этот вот общий набор географических названий как раз интересно было посмотреть, тем более, что если наблюдается вот такая вариативность в местных названиях от песни к песне и так далее, то на самом деле есть некие устойчивые такие топонимы, которые мы встречаем во всех вариантах. И, собственно, вот я обратился в фьюисеттинг к сюжету, который называют «Большой дуб», это такой древнейший космогонический миф, и там речь идет о неком дереве, ну, дерево, оно встречается мифологически, да, у многих народов. Вот это дерево, чаще всего дуб, появляется благодаря хорошему удобрению земли, например, пивом, да, вырастает выше неба, загораживая солнце, его необходимо срубить, и люди ищут дровосеки, которые способны с этим справиться. Потом из этого дерева делают необходимым хозяйство постройки, баню и разную прочую деревянную лузу. Вот так в целом этот сюжет, но у каждого народа он приобретает свою собственную интерпретацию. Более того, в более поздних вариантах там уже происходит контаминация разных сюжетов, они начинают разным образом переплетаться. Вот, собственно, в корпусах, в корпусе древней песни финского народа, это оцифрованный корпус общества финской литературы, там насчитывается более 300 записей на этот сюжет, из которых мы выбрали 50 текстов, которые были записаны одним лингвистом примерно в одно и то же время. И интересно, что вариант этой же эпической песни, он найден и корейскими исследователями Кирилл Кримасу, и опубликован в сборнике народной песни в Ермоладе. Собственно, вот такой небольшой отрывок. Здесь речь идет о том, что сестра пошла искать брата, то есть это уже, видите, такая контаминация сюжета, вот она искала его в Соме, искала на островах, обыскала его на половину Москвы, обыскала уголок Хронштарта, и местечко маленькое в Питере. Дальше просто смотрим, я уже здесь не привожу перевод, дальше просто смотрим на вот эти вот выделенные топонимы, и видим, что они в разных вариантах, какие-то сохраняются, какие-то меняются, вот есть какие-то устойчивые, там Москва повторяется, в Соме, да, в каком-то осталось только Лира, это Эстония, и вот итог, это такая табличка, собственно, здесь один ноль, это встретился, не встретился, да, то есть это не количество характеристики. Мы видим, что есть набор топонимов, которые практически встречаются во всех диалектах, то есть во всех вариантах, практически, да, которые встретились, это Финлянгия, затем некие острова, ну, можно тоже предположить, что это острова, то есть это острова в Финском заливе, которые находились в сфере экономической культурной деятельности, или находились, да, в сфере экономической культурной деятельности вот того населения Ижорского, которое проживало в этих районах, затем, безусловно, Москва, потом Копорье, такой важный центр, естественно, Петербург, и История. Вот это все, что это такая, значит, картина мира жителей Нермоландии, глобальная картина мира, да, то есть здесь Нью-Йорк и мы им встретили. Вот, затем есть уже такие локальные, мы видим, вещи, которые связаны, ну, вот, Сойкинский диалект, это Сойкинский полуостров, он, собственно, ближе всего, получается, к Финляндии, вот там появляется Туркуль, появляется Кронштадт, тоже понятно, что это ближе к морю, да, ну, и здесь Новгород, но это может быть и случайно, то есть, затем, затем Нижнелужский диалект, который на самом деле все дальше всего от моря, и получается, что здесь вот есть какие-то, какой-то странный топоним Веханин, Венген, да, и местный топоним Тарк. Собственно, к выводу сразу, соответственно, мы можем сказать, что вот во всех трех диалектах представлены топонимы, которые отражают вот эту самую языковую картину мира, и, собственно, важность определенных объектов, которые достаточно удалены от самой Нгермоландии, да, и это, прежде всего, Финляндия и Москва. Затем, следующий круг, да, это значительные региональные объекты, Капорье, Петербург, Эстония. При том, что Капорье, это, конечно, один из главных исторических центров Нгермоландии, и он являлся еще приходским центром в Литеранской церковной жизни. Ну, и мы понимаем, что исполнителям эпических песен были известны и вот исторические торговые центры, то есть Туку и Новгород. есть вот этот вот апелетип острова, на самом деле его нельзя соотнести с каким-то конкретным объектом, здесь могут быть гипотезы, то есть это может быть и архипелаг, вот эти вот, которые называют большие острова в Балтийском море, могут быть какие-то отдельные острова, но здесь дело в том, что вот во всех текстах его позиция всегда рядом с Топоневой Финляндией, то есть все-таки мы понимаем, что речь идет о островах, которые находятся вот по пути Финляндию, тем более, что контакты, они были достаточно интенсивные по морю. Кронштадт появился естественно, да, намного позже и появился только в текстах 20 века, то есть мы понимаем, что это как бы новый приоритет в объектах Мермоландии в текстах 19 века мы его практически не встречали. Ну и вот те отдельные топонимы, которые я говорил, сложно как-то объяснить, то есть вот просто попало в деревню Гаркова, я говорил, что периодически вот такие оказиональные топонимы, они встречаются, то есть это зависит просто от как бы от личного впечатления исполнительной песни, то есть он может упомянуть и свой населенный пункт, в принципе, свою деревню в песне, может по ассоциации упомянуть с соседней и так далее. Ну и вот есть топоним Ленехен, который в общем понятен, это русский, да, но интересно, что его форма какая-то очень непонятная и больше она не встречается. То есть вот есть такие топонимы, на которые мы положиться не можем и соответственно это как раз речь идет о том, что те тексты 19 века, про которые я говорил, они могут содержать какие-то вот такие ошибки, связанные и с тем, что исследователь мог что-то не то услышать, да, и записатель мог плохо, и потом это плохо было напечатано, и потом это было плохо цифровано. Всегда встречаются такие вещи в таких такого рода корпусах, собственно, на которые мы особо не можем положиться. Ну вот, собственно, это все. Спасибо большое за внимание.